x5 диалог 2022 продолжает свою работу и сейчас поговорим про категорию готовой еды в пятерочке виктор добрый день добрый день на виктор что сейчас представляет собой категория готовой еды в пятерочке вы знаете мы готовую еду в пятерочке рассматриваем как триаду которая состоит из пекарни где для нас очень важна мелко штучка которая занимает 70 процентов это как раз самса сосиска в тесте слойки которые очень удобно есть на ходу второй компонент это традиционно готовая кулинария которую мы привыкли называть готовой едой и новая компонента это горячий кофе который наращивает свою важность с каждым проходящим годом и вот эту триаду мы как единство развиваем в пятерочке как готовую еду сколько времени пятерочка настолько серьезно занимается фокус на этой категории на текущий момент это сколько последние три года три года как вы можете обозначить вообще на самом деле сегодня несколько спикеров уже упоминали эту категорию как ну такую очень заметную да вот и при этом мы понимаем что очень здорово плавает сейчас потребительское поведение столько различных кризисов необычных которые вроде как то повышают спрос того понижает все таки что сейчас в части готовой еды происходит именно в пятерочке вот в части продаж да и как меняется потребительское поведение по отношению к этой категории готовая еда в пятерочке она развивается в рамках cvp пятерочки задача быть очень доступным наша задача демократизировать готовую еду и забрать из хорики из супермаркетов тех людей которые исторически привыкли ходить за готовой едой туда и вот в этом мы видим основной драйвер нашего развития это помогает нам сохранять вот эти последние три года очень высокие темпы роста готовой еды а как изменяется потребительское поведение в части готовой еды мы видим что с одной стороны люди хотят недорогую еду с другой стороны мы видим что у них растет требовательность ко вкусу еды и за последние три года мы проратировали очень большое количество позиций с основной задачей мы должны давать не просто долгосрочную традиционную еду мы должны постоянно улучшать ее вкус делать ее более краткосрочной более свежей потому что требовательность у людей растет а что касается вот если мы сейчас эту триаду разберем по деталям то есть ну одна из самых заметных и достаточно объемных категорий вы тоже назвали выпечка да это преимущественно допекание насколько я понимаю да на местах наш профиль это допекание из замороженных полуфабрикатов выпечки непосредственно в магазине допекание происходит из как бы продукции поставщиков или сама фабрика кухни который именно для вас это по пекарне мы работаем только с внешними поставщиками фабрика кухни у нас специализируется на упакованной готовой еде на кулинарии что касается готовой еды я заметила что последнее время ну по крайней мере ближайших для меня пятерочках однозначно появились специальные горки они на входе по малому кругу это практически везде так раскатывается хватает ли оборудования такого вообще посредством вот как эта категория вот именно готовой еды упакованной да в первую очередь вами интегрируется в магазин я думаю что если спросить любого категорийного менеджера хватает ли ему полок в магазине ответ будет нет конечно не хватает их нужно больше полочное пространство по готовой еде растет последние три года очень существенно но мы считаем что не только длиной полки мы должны работать на готовую еду все таки это улучшение ассортимента анализ ботом топ да и ротация тех тех позиций которые уже себя изжили нужно переходить на более вкусные продукты что касается кофе оборудование это полностью ваше или в том смысле что это специально под вас разработана история вот этих станций вы сами ее дотачиваете для того чтобы было максимально удобно само оборудование это собственность пятерочки мы считаем что мы должны держать в своих руках контроль за качеством кофе мы очень трепетно к нему относимся мы не используем какое-то мало молоко порошковое да то есть это всегда только свежее натуральное молоко это не спец машина под пятерочку но это очень качественная европейская техника весьма дорогая но мы считаем что мы должны в этом отношении держать марку поскольку амбиции по вкусу кофе у нас очень высокие поэтому к выбору молока такого критичного ингредиента мы тоже очень трепетно относимся и используем собственно только двух поставщиков поставщиков которые используют реально профессиональные игроки в хорике вот три тренда про которые мы уже проговорили получается ну вы уже их реализовали а какие-то еще тренды вы видите которые вы готовы реализовывать и разворачивать в x5 части готовой еды мы считаем что ключевое направление развития это комбо программы по аналогии с хорикой важно работать не с каждым отдельным отдельным элементом готовой еды пекарня отдельно кофе отдельно готовые да отдельно нам нужно сформировать у наших гостей привычку что в пятерочке можно не просто выпить кофе да не просто взять выпечку пойти домой в пятерочке можно позавтракать пообедать на бегу без напряжения перекусить имея как раз вот эту триаду и кофе и вкусную свежую горячую выпечку и какие-то решения для из готовой кулинарии для для перекуса на бегу или в офисе или дома вот секрет я бы сказал и фокус на следующие пару лет это развитие комбо платформы когда человек покупает не одно блюдо 2 3 блюда для того чтобы сделать себе полноценный перекус завтрак обед ужин но любом случае перекус вне магазина они внутри у нас в части магазинов есть посадочные места где можно перекусить на бегу но в целом мы продвигаем готовую еду в пятерочке под брендом пятерочка кафе как бренд готовой еды которую удобно брать с собой то есть поэтому слоган нашей готовой еды это пятерочка кафе с собой теперь конечно же поставщикам мы на конференции поставщиков x5 диалог и соответственно надо понимать что все это у вас масштабный бизнес да и с большой географией как сейчас построена работа в части этой категории с поставщиками я понимаю что части вам помогают делать ваши фабрики но если начать с газ готовой кулинарии то здесь действительно для нас опорным поставщиком для москвы московской области является наша собственная фабрика кухня но пятерочка существует же по всей россии поэтому нам важно работать очень с внешними партнерами и здесь у нас задача с одной стороны использовать федеральных поставщиков которые создают для нас золотые рецептуры но важно приносить эти золотые рецептуры в регионы и запускать локальные производства сейчас уже 60 процентов готовой кулинарии в пятерочке это стм и мы планируем эту долю увеличить до 80 процентов в течение ближайшего года соответственно в готовой идее это всегда партнерство с поставщиком который для нас делает по нашей рецептуре готовую еду и с этой точки зрения у нас есть большой дефицит заметный дефицит поставщиков на юге россии это ростовская область краснодарский край в уральском регионе в пекарне история слегка другая это полноценное такое крупномасштабное промышленное производство там нам нужны крупные заводы и для нас стоит тоже такая масштабная задача на следующий год поскольку мы концу следующего года планируем и удвоить количество пекарен и довести их до 7000 это автоматически означает и задачу удвоить производство у поставщиков и зачастую это означает не просто увеличение загрузки существующих производств это означает установку новых производственных линий соответственно вот следующие 12 месяцев мы будем активно работать с партнерами по увеличению мощностей по производству этих полуфабрикатов в россии интересная масштабная задача вот знаете я в этот момент когда понимаю что так активно идет сейчас пекарни а как же условно промышленных лет который на соседней же полке находится когда на случай вот этот баланс поставщиками выстраиваете ну участвует или в таких сессиях наш посыл поставщикам индустриального хлеба что они должны возглавить эту революцию они ожидать что гости продолжат потреблять индустриальный хлеб то есть в целом мы видим бурный рост свежевыпеченного хлеба и мы видим некую стагнацию если хотите да в области индустриального хлеба из хороших новостей когда мы открываем пекарню в пятерочке мы видим очень существенный рост всей категории да мы несколько каннибализируем индустриальный хлеб но это более чем компенсируется общим ростом соответственно если кто-то из поставщиков индустриального хлеба запускает для нас производства замороженных полуфабрикатов для него это будет означать существенный рост общих объемов да то есть в целом в пятерочке более 50 процентов происходит общий рост категории хлеба соответственно вот наши поставщики за эти три года убедились на своем опыте да что тут бояться нечего тут скорее вопрос нужно успеть возглавить вот эту происходящую революцию возвращаясь к ваприи фабрикам кухонь видите ли вы какие-то специальные партнерства когда какой-то из поставщиков под вас делает фабрику ну в данном случае беря на себя все операционные затраты если такие пожелания с вашей стороны мы работаем сейчас с несколькими партнерами которые выразили желание инвестировать в создание фабрик со своей стороны мы даем им поддержку технологическую мы даем возможность посетить с экскурсией фабрику кухню нашу ознакомиться в целом с организации производства мы даем команду технологов которые выезжают непосредственно в регионы и на месте совместно с поставщиком делают тестовое производство золотых рецептур выходят на целевой вкус и потом уже с их подачи поставщик самостоятельно дальше развивается поэтому в целом поскольку и пекарня и готовая еда это практически но в случае пекарни сто процентов стм случае готовой еды как искал мы близки к 80 будем концу следующего года это всегда долгосрочные партнерские отношения с одной стороны мы не гарантируем объем но наша практика работы в готовой идеи пекарни показывает что если поставщик вложился под нас он соблюдает те ожидания выполняете ожидания по качеству вкусу который у нас есть и он разумен по цене практика показывает что этот поставщик работает с нами постоянно у нас задача не ротировать поставщиков развивать тех партнеров которых мы нашли я на самом деле пронаблюдала все-таки значительное отличие в в рамках потребления готовой еды когда в рамках экспедиции ритео мы прокатились сейчас по большому количеству регионов от урала до дальнего востока и я понимаю что в части регионов еще не очень может быть развита вот этот потребительский посыл на упакованную еду то есть уже давно разработана давно привычно покупать салаты готовые но например упакованную в меньшей степени вот вы как-то для себя можете выделить как эта волна привычки готовой еды идет от европейской части ну туда в сторону сибири и далее видите ли вы по продажам какие вам приходится дополнительные усилия прилагать для того чтобы полка соответствовала ожидаемой как в европе европейской части так и за урала вы знаете это еще два года назад мы слышали легенды что есть какие-то заколдованные регионы россии где там допустим много фермеров где много выращивают там помидоров огурцов люди привыкли сами варить борщ практика показалось что при правильном подходе каждый регион да вот если мы берем там северный кавказ юг да он неожиданно в прошлом году показал сверх рекордные темпы роста это всегда вопрос настройки на локальный вкус и это не связано с география юг север и зачастую размер города не так важен важно подобрать правильный ассортимент под локальный вкус а сколько сейчас из каю в среднем производстве продается именно в сегменте готовой еды скажем так с точки зрения ширины ассортимента мы ограничиваем себя мы не превышаем 100 100 скаю в моменте на полке то есть понятно что в целом по россии если собрать все что мы закупаем это гораздо большее количество да поскольку в каждом регионе что-то свое но с точки зрения ширины на полке все укладывается в диапазон от 25 до 100 скаюка ну что ж такое нас погружение в готовую еду случилось какие точки роста и вызовы себе на следующий год рисуете и поделитесь этим с поставщиками чтобы не понимали к чему готовится для поставщиков здесь хорошая новость потому что основная челлендж для нас в следующем году это удвоить закупки в пекарне соответственно к поставщикам это челлендж произвести в два раза больше замороженных полу по полуфабрикатов следующем году и по готовой еде нам хотелось бы найти новых поставщиков вот в тех проблемных регионах которые я уже назвал а x5 диалог продолжается смотрите все видео которые мы сегодня готовим для вас изучайте те планы которые подготавливают для вас компания x5 и развивайтесь вместе